Добрый день, дорогие коллеги. Очень здорово, что большую часть людей не нужно убеждать в этой аудитории в необходимости скрининга. А я расскажу о том, как устроен скрининг в той стране, где он существует уже 30 лет и 3 года. Пожалуйста. Есть? Есть. Да. Ключевые темы, которые я буду сегодня освещать, это концы регистра, администрирование программы, пути пациентов и пациентопотоки, как они организованы, и IT-инфраструктура, то есть как организована работа с данными, получаемыми в результате скрининга. Наверное, все уже успели поиграть с новой версией Глобакана. Несколько недель назад, пару недель буквально назад появилось новое исследование, которое мы ждали на протяжении 6 лет. И мы видим, что то, о чем мы всегда мечтали, чтобы вся Европа окрасилась в темно-темно-синий цвет и все больше появлялось светлых зон на карте смертности, именно это произошло. И нужно сказать, что на всех предыдущих версиях Глобакана единственной страной, в которых был высочайший уровень заболеваемости и абсолютно самый низкий уровень смертности, была Норвегия. Именно поэтому наш интерес коснулся этой страны, и мне посчастливилось работать в последний год очень близко с Ольвик Хоффинд, человеком, который создал эту программу, человеком, который руководит ей до сих пор. Сначала расскажу немного о канцер-регистре. Он был организован в 1951 году и является одним из старейших регистров мира. Несомненно, этот регистр популяционный, то есть у каждого пациента, у каждого рожденного человека на территории Норвегии, проживающего на территории Норвегии, есть свой ID, и он регулируется законом для выявления новых случаев рака. В 2017 году, здесь пока статистика еще предыдущего года, 2018 год еще не подведен, было выявлено 33 тысячи случаев рака в общем и целом, и вы видите, что большая часть из них все-таки среди мужчин. И основные параметры, которые учитываются в канцер-регистре, это непосредственно, как я говорила, номер пациента, топография, характеризация опухолей, гистологические лабораторные данные, данные о лечении, выживаемости и причинах смертности. То есть фактически весь путь пациента, начиная от выявления и даже предвыявления рака и до его завершения земного пути, независимо от того, умер он от рака, либо от других причин. Канцер-регистр Норвегии включает ряд отделов, и наряду с регистрационными исследовательскими IT-отделами, вы видите, что здесь есть отдел скрининга, и из 150 человек, которые работают непосредственно в этом отделе, всего 8 занимаются скринингом. То есть, в принципе, вся система Норвегии устроена всего на 8 человек. Сейчас расскажу, чем они занимаются. Кроме врачей, тут есть и статисты, информатики, специалисты по IT-инфраструктуре, психологи. Программа скрининга рака молочной железы классическая, государственная, это значит, что она организована государством, финансируется государством и регулируется государством. Она национальная, то есть она покрывает, или популяционно, она покрывает все население страны. Более того, кроме граждан страны, она покрывает и население, которое постоянно проживает в Норвегии. То есть, в отличие от многих других программ в мире, эта программа гарантирует одинаковые гарантии, одинаковые услуги для всех, кто живет на территории этой страны. Сформирована она как добровольная медицинская услуга, администрируется канцер-регистром, и около тысячи случаев в год регистрируется рака молочной железы и подозрительных случаев на рак молочной железы, так называемых предраковых заболеваний. Будем спорно говорить, не люблю эту фразу. Охват скринингом на сегодняшний день 75%, и о том, как он менялся с годами, я тоже сегодня расскажу. Первый пилотный проект был запущен в 95-м году. Естественно, на одном регионе, так как сказала Галина Петровна Крыженкова, важно начинать с чего-то, и это начало было положено. И после того, как было положено начало, в течение нескольких лет были подключены еще три региона, и только после оценки эффективности этих пилотных проектов, через три года после начала первого пилота, было принято решение о распространении программы на всю страну. Но не тут-то было, и за один день действительно ничего не смогли сделать, даже в Норвегии, в которой население столько же, сколько в Петербурге. Чтобы понимать, просто 5 миллионов человек – это все население Норвегии, это вся территория, которая имеется. И только в 2005 году они добились того результата, что все женщины от 50 до 69 были приглашены на ежедвухгодичный или биануальный скрининг с помощью мемографии в двух проекциях. Было организовано с самого начала независимое двойное чтение. И после того, как скрининг был организован, резонный вопрос государства был «А докажите мне, что это эффективно?» Вы мне доказали, что это можно организовать, вы это сделали во всей стране. И Норвегия вложила колоссальный бюджет, даже по мировым меркам, 21 миллион норвежских крон был инвестирован в то, чтобы на протяжении 10 лет оценивать с помощью независимых экспертов эффективность скрининга с 2006 до 2015 года. Вы видите, что результаты пришли только в 2015 году, о них я вам расскажу. В 2008 году программа столкнулась с колоссальными трудностями по использованию персональных данных, все то, с чем мы уже, этот этап мы в России уже прошли, но это было большим препятствием для организационных моментов в скрининге. И цифровизация, то есть переход полностью на цифровые технологии в скрининге произошел в 2011 году. Вот то, как развивались события по регионам Норвегии, Норвегии, вы видите, что большей частью, конечно, она началась со столицы Сосла и пара столичных городов, пара столичных регионов, и уже только потом распространялась на север и на те территории, где население значительно меньше. Что же выявила внешняя оценка скрининга? В 2015 год опубликованы официальные результаты, и было показано, что скрининговая программа Норвегии находится как минимум на уровне, который мог быть ожидаем в результате всех предыдущих исследований. Было показано 20-30% снижение смертности. И здесь очень важно понять, почему вот эта граница 20-30. Во-первых, у них все оценивалось по регионам. Во-вторых, 30% это снижение смертности среди тех, кто проходит скрининг на протяжении этих 10 лет. А 20% это снижение смертности среди тех, кто приглашен на скрининг, но еще не факт, дошел он или не дошел, либо участвует в скрининге нерегулярно. В индивидуальном порядке, несмотря на это, было все-таки оставлено право за женщиной, то есть это не обязательство женщины проходить скрининг, оставлено право за женщиной, взвесив все за и против, принять для себя решение о прохождении или не прохождении, об участии или не участии в скрининговой программе. На сегодняшний день скрининговая программа охватывает женщин 50-69 лет. Когда я много раз челленджила своих руководителей и коллег относительно того, почему вы не расширяете границы ни вниз, ни вверх, мне практически на все вопросы всегда отвечали одинаково. А покажи мне статистически достоверное, правильно проведенное, рандомизированное исследование, которое доказало бы необходимость этого. Все абсолютно, что происходит в Норвегии, основано на крупнейших мировых исследованиях, и только то, что реально доказано, только это может применяться, и только на это государство может тратить деньги. Это строжайше прописано, и действительно они относятся к этому весьма строго. С другой стороны, Норвегия является одной из стран, которая сейчас принимает участие в программе MyPEPS. Знаете, наверное, что в этом году начался огромный проект по внедрению персонализированного скрининга, по изучению персонализированного скрининга. И в числе семи стран, которые на сегодняшний день ведут этот проект и будут в течение пяти лет изучать, подходы к персонализированному скринингу входят в это число Норвегия. Оценка скрининга и доли вызовов на дообследование производится, лечение, наблюдение. Всего на всю страну, на 5 миллионов человек, есть 30 скрининговых маммографов и 16 центров рака молочной железы. Я расскажу, и сейчас, может быть, первое время будет не совсем понятно, потому что я, честно, была очень удивлена, почему в Норвегии полностью разведены скрининговое звено и диагностическое. Это значит, что на том маммографе, на котором производится скрининговое исследование, не производятся никакие диагностические маммограммы. На тех маммографах, на которых работает уточняющая диагностика, томаси, эндосконтрастная маммография, биопсия, у них есть все, на них никогда не будут делать скрининговые исследования. Знаете, где установлены скрининговые маммографы, как вы думаете? В торговых центрах, в супермаркетах, в мэриях, в различных социальных учреждениях, где угодно, но не в лечебных учреждениях. В лечебных учреждениях, и если даже это лечебное учреждение, то это будет лечебное учреждение по типу профилактической организации, которая занимается профилактикой сразу ряда заболеваний, в том числе и рака молочной железы. А центры рака молочной железы, это, соответственно, уже центры, организованные в диспансерах, и вот здесь как раз производится описание мамограмм, это экспертные центры по чтению мамограмм. В скрининговых центрах проводится только само исследование, никаких дополнительных действий по оценке мамограмм, и врачей там тоже нет. Каждые два года собирается национальный совет по скринингу. Почему каждые два года? Потому что в течение двух лет мы скринингуем всю популяцию, которая хотела бы пройти скрининг, и мы можем оценивать эти исследования. Исследования, они будут сопоставимы. Вот так распределены центры скрининга рака молочной железы и стационарные, и центры рака молочной железы, центры диагностики или чтения мамограмм. И вы видите, что в числе прочих здесь есть и четыре мобильных мамографа. Когда я спросила, зачем, мне сказали, что у нас огромная территория, на которых люди не живут. Вот как раз для этих территорий. Люди не живут, это значит, что хутора деревни размерами 20-80 человек до 100 человек. Вот именно там применяется скрининговая мамография на мобильных системах. Но не в больших населенных пунктах. То есть нет такой системы, которая в России была применима на флюорографии, когда приезжал автобус, и в действительности это происходило в крупных населенных пунктах. Там такого нет. В результате приглашение на скрининг, приглашение на скрининг на всю Норвегию осуществляют, как вы думаете, сколько человек? Два. Два. Там есть бэкап, там есть резерв маленький, да, но всю Норвегию для того, чтобы организовать скрининг, нужно всего два человека. Ну, опять же, сравниваем с Санкт-Петербургом, понимаем, какой ресурс нам нужен для покрытия такой территории. Рассылаются приглашения. По закону первое приглашение всегда приходит в письменной форме, в почтовый ящик письмом на бумаге. После этого, по желанию женщины, форма может быть изменена на e-mail. Соответственно, на данный момент 40% приглашений уже приходят на e-mail, и 60% все еще рассылаются на бумаги. Женщине предлагается выбрать время. Слоты расписаны по 5 минут. Соответственно, на каждом маммографе выполняется, должно выполняться при максимальной нагрузке по записи 12 исследований в час. Средний процент неявки 2 человека в час. Соответственно, 10 исследований выполняется практически всегда и стабильно. А теперь самое интересное относительно того, сколько это стоит. Стоимость исследования в Норвегии, в пересчете на евро, естественно, она у них указана в кронах, 140 евро. Это та сумма, которая компенсирует государство своим лечебным учреждением, скринговым центром. Но, что интересно, что компенсирует 140 евро, но есть еще 25 евро. Которые платит сама женщина. Скрининг в Норвегии платный. Каждая женщина платит 25 евро каждые 2 года для того, чтобы пройти скрининговые исследования. Я была убеждена, что невозможно организовать скрининговую программу, если за это нужно будет платить. Вопреки этому руководители скрининговой программы убеждены, что когда за это нужно платить, и эта сумма подъемная и рациональная, и она действительно согласуется с бюджетом среднего гражданина в этом возрасте, то скрининг будет более эффективен и охват скринингом будет выше. То есть бесплатный сыр, к сожалению, не всегда воспринимается людьми как возможность и необходимость его использовать. А вот когда нам нужно хотя бы немножечко заплатить и снизить у себя собственный риск развития рака молочной железы, вот тогда скрининг становится более эффективным. Все рентген-лаборанты работают в парах, то есть 2 рентген-лаборанта, и в каждом скрининговом центре организованы 2 переодевалки. То есть почему процесс происходит быстро? Потому что пока одна женщина раздевается, другой проводится исследование, потом другая одевается, в этот момент на ее место приходят следующие. Поэтому, опять же, одним лаборантом это организовать невозможно, потому что даже чисто передвижений женщин достаточно много. Но все работает как часы, все работает очень быстро, и фактическое время проведения момографии приблизительно 3,5 минуты. Каждой женщине в рамках приглашения приходит так называемая информация о пользе и вреде момографии. Каждая женщина подписывает свое согласие и свое информированное согласие о тех плюсах и минусах, которые есть. И вы видите, что это сам бланк информационного письма. И наоборот, полностью все то, что касается самого рака молочной железы, рисков заболеть, рисков не заболеть, рисков выжить, рисков заболеть вследствие переоблучения. То есть все эти данные, они открыты и в рамках самого приглашения. Это не приходите на скрининг послезавтра. Это полное предоставление той информации, которую женщина должна обладать, приходя на скрининг. Относительно охвата скринингом. Вы видите, что когда все это появилось, охват был порядка 80%. И от 70 до 80% он колеблется в разных регионах на сегодняшний день. Средний охват 75% и около 70% приходят в результате первого приглашения. И еще 5% приходят в результате напоминания о том, что вы были приглашены на скрининг, но не смогли прийти, пожалуйста, обозначьте свою позицию. Где остальные 25? 10% это те, кто никогда не проходили скрининг, и причины непрохождения на данный момент известны, об этом еще расскажу. 10% это те, кто проходит скрининг нестабильно, и, соответственно, они тоже в эту статистику стабильно проходящих скрининг не вошли. И 4% это те, кто согласно тех предложенной информации пришли к выводу, что мне это не нужно, я написала отказ от скрининга, и приглашения к ним больше не приходят. То есть для того, чтобы понимать разницу, первым двум группам приглашения все равно приходят, потому что у них нет заверенного отказа от скрининга. Как вы думаете, по каким причинам люди в Норвегии, женщины в Норвегии, 50-69 лет, не проходят скрининг? Три главные причины, давайте попробуем предположить. Далеко, уже больны, передвижение, перемены места работы, работодатель не знал, еще? Вероисповедание, хорошо. Не хотят платить. Вы знаете, по-моему, еще ни разу не прозвучала ни одна из трех самых частых. Так, сейчас будет смешно. Ой, ну как же так? Не хочет. А назад? Нет. Вот. Самая частая причина, я не доверяю системе здравоохранения Норвегии. Вторая причина. Я стесняюсь проходить скрининговые исследования, мне нужно будет обнажать свою грудь. И третья причина. Я не умею читать. И просто не понимаю, что мне пришло в почте. Это реальные три самые частые причины, которые называют женщины в рамках своего непрохождения скринингов. Естественно, что первые две занимают огромную долю. И третья – это в основном те территории, на которых, как они говорят, люди не живут. Число вызовов на дообследование. Как вы знаете, что это тоже очень важный показатель, на который стоит ориентироваться. И среднее число вызовов на дообследование, вы видите, сначала, когда начинали, было 6. С развитием скрининговой программы через 5 лет снизилось до 4. Еще очень долго стояло на 4. Стало 3,5. Сейчас около 3. И также 3,5-4. Эту цифру они имеют на сегодняшний день. Цифра небольшая. И они считают ее совершенно оправданной. И самое главное, что она оправдана экономически. То есть это то, что не заставляет государство тратить лишние деньги на переобследование женщин, которые потенциально здоровы оказываются. Время анализа маммограмм. Здесь представлена таблица о том, сколько рабочих дней проходит от самого проведения исследования до получения заключения. И вы видите, что даже в Норвегии не все так хорошо, как хотелось бы. Конечно, есть чудесные регионы, в которых это время составляет в пределах недели 3-5-7 рабочих дней. Но в том числе все еще существуют регионы, в которых женщине приходится ждать полтора месяца для того, чтобы получить заключение маммографии. И естественно, что это тоже демотивирует женщин и заставляет находиться в состоянии тревоги. Это одна из главных проблем, с которой они работают на сегодняшний день. То, что говорили о возрастных категориях и о частоте встречаемости рака молочной железы в разных возрастных группах. Здесь графики, на которых представлены разные возрастные группы. Вы видите, что наименьшая частота встречаемости по итогам работы скрининговой программы на протяжении многих лет держится в возрастной категории 60-64 года. Несмотря на то, что, казалось бы, категория достаточно средняя. В категории 55-59 лет эта цифра чуть выше, но вы видите, что наибольшие показатели заболеваемость на протяжении многих лет показывает в возрастной группе старше 64 лет. Количество интервальных раков, выявляемых между скринингами. Раки, выявляемые в течение тех самых двух лет, которые проходят с момента прохождения скринингового исследования. Также цифра держится около 2-2,1. В какие-то годы она становится чуть ниже 1,8. Но, опять же, на протяжении многих лет проведения скрининга именно по этому алгоритму ничего не меняется. И эти интервальные раки выявляются примерно вот в такой последовательности. Здесь мы смотрим на кумулятивное количество интервальных раков на каждом из месяцев по прохождению скрининга. И вы видите, что через год, в течение первого года после прохождения скрининга, будет выявлено всего 36% интервальных раков. О чем это говорит? Это говорит о том, что ежегодный скрининг не дал бы нам того эффекта, который дает скрининг ежедвухгодичный. Скрининг каждые два года. Это говорит о том, что если бы мы видели вот эту прямую линию, то это была бы совсем другая история. Мы бы задумались о том, а действительно стоит ли, может быть, уменьшить интервал скрининга. И они тоже задумываются об этом каждый раз и каждый раз обсуждают это на разных своих заседаниях. Но в итоге вот именно эта кривая говорит о том, что на сегодняшний день наилучший интервал скрининга раз в два года. По гистологическим типам опухолей в разных возрастных группах выявляемые опухоли в основном имеют размеры до 20 мм. То есть 80% выявляемых опухолей имеют те самые небольшие размеры, за которыми мы, собственно, и охотимся. Но в то же время, опять же, большей частью в менее образованных, менее развитых регионах страны, в сельскохозяйственных областях на севере, в рыбацких поселках, все еще выявляют с опухоль размером до 50 мм. И как раз это является тоже частью беспокойства норвежских коллег. Если у женщины все в порядке, сейчас расскажу тоже про описание мемограмм, то сама женщина, смотрим сейчас с точки зрения женщины, получает письмо о том, что у вас все в порядке. Опять же, она может получить его как в печатном виде, так и по электронной почте, в зависимости от того, какой метод получения информации она выберет. Существует строжайшая система оценки качества. Строжайшая это значит, что учить и переучивать врачей и лаборантов будут до тех пор, пока не будет достигнут именно тот идеальный уровень, который прописан в рекомендациях. Никого не будут увольнять, никого не будут найти рентгенолога в Норвегии очень сложно, никого не будут прессовать за это или третировать, но наверняка будут учить, учить и переучивать до тех пор, пока не достигнут результата. В мануалах по качеству прописано буквально все, прописано подробнейшим образом, есть отдельные руководства для лаборантов, рентгенологов, патологов, хирургов, медсестер, технические рекомендации по оценке доз, по оценке качества укладок, технические рекомендации по оценке самого рентгеновского оборудования и жесточайших требований к самому оборудованию. Соответственно, все это прописано, все это контролируется. Ну, чтобы просто понять масштаб того, насколько подробно все прописано, вот такие схемы развешаны буквально везде во всех мамографических кабинетах мамографии, на рабочем столе лаборанта, того, как правильно должна выглядеть мамограмма, когда ты ее выполнил. И, соответственно, лаборанты тоже владеют этим искусством укладки на высочайшем уровне. Несмотря на это, все еще они имеют достаточно, по их меркам, большую долю некачественных снимков, то есть плохих мамограмм. Это один на тысячу. Про запись на исследование я уже рассказала. Запись может быть изменена, то есть по звонку, а также по самостоятельному входу в электронную систему женщина может изменить свою запись прямо непосредственно до проведения исследования. Если запись не изменена, но все равно женщина не пришла, в любом случае придет подтверждение и повторный вызов, дополнительное напоминание о том, что женщине необходимо прийти. Кроме того, что лаборанты проводят исследования, они проводят интервью. Интервью – это тоже очень четкий протокол тех ответов на стандартные вопросы, которые задает лаборант. Эта форма существует на протяжении многих лет, практически не дорабатывается, не перерабатывается. Кроме того, лаборант в электронной своей системе отмечает само посещение женщины и, соответственно, то, что снимки этой женщины должны в этот же день попасть в центр описания мамограмм. Само исследование проводится тем же лаборантом, который проводит интервью. Это тоже достаточно критично, потому что женщина привыкает уже и начинает доверять. То есть элемент создания доверительной атмосферы в том числе является одним из важных аспектов того, зачем проводится интервью. Кроме непосредственно самой информации, которую мы получаем. Интервью хранится в базе данных, в базе данных скринингового центра и, соответственно, пересылается в центр описания мамограмм. И диагностические изображения тоже все передаются в центре описания мамограмм. Важно то, что каждое исследование имеет свой идентификационный номер. И этот номер, он касается только этого исследования. И плюс к этому есть еще номер пациента, который присваивается ему при рождении и на протяжении всей жизни ходит вместе с этим человеком. Когда мы были последний раз как раз в Осло, мы видели человека, у которого номер заканчивался на 5 нулей. Вы говорите, понимаете, какой я счастливый, что мне не нужно запоминать эти там 8 что ли цифр. Но, в принципе, каждый человек с самого рождения практически знает эти цифры, потому что по ним идентифицируются не только медицинские данные, по ним же идентифицируется и пенсионная система. И то, что вот у нас сейчас существует, когда нам нужно и ИНН вспомнить, и номер паспорта, и вспомнить номер страховки. А еще, пожалуйста, номер ДМС мне продиктуете, в котором 18 цифр. Вот, естественно, что такого у них нет, у них только один номер, который нужно запомнить. Чтение и интерпретация маммограмм. Самый интересный вопрос с врачебной точки зрения, что такое двойное чтение в понимании Норвегии и в их организации. Каждый снимок в случайном порядке получают два рентгенолога. Эти два рентгенолога, никто из них не является там более опытным или менее опытным. У них вообще нет такого понятия, у них есть понятие аттестованный, не аттестованный. Если рентгенолог аттестованный, то он уже считается заведомо достаточно опытным для того, чтобы описывать маммографию. Неважно, сколько ему лет, 23 или 53. Независимо друг от друга они описывают, оценивают, вернее, маммограмму. Результатом является одна цифра. Система Неберац, система четырехступенчатая. В зависимости от предполагаемой вероятности развития рака, вернее, нахождения рака. Когда есть сугубо отрицательные случаи, которые на 90% будут положительными, но есть все-таки вероятность того, что они могут оказаться злокачественными. И потом случаи, которые, вероятнее всего, злокачественные, но все-таки могут оказаться доброкачественными. И опять же, случаи, которые, скорее всего, злокачественные, и наша убежденность в этом больше 90%. Значимость заключения равна... Единственное отличие первого и второго рентгенологов, то есть он всегда знает, первый он или второй, потому что первый рентгенолог не имеет права вносить никакие комментарии и маркировать зону интереса. То есть если он что-то увидел в каком-то квадранте, он не может вносить никакую маркировку. Для того, чтобы второй рентгенолог свое заключение делал абсолютно независимо. А вот второй уже непосредственно маркирует зону интереса. Здорово, когда все совпадает, но существуют все-таки те случаи, когда заключения первого и второго не совпадают. В этом случае применяется консилиум, когда эти два рентгенолога договариваются между собой о том, во-первых, узнают, кто есть кто, и договариваются между собой о том, какое заключение вынести. Я тоже часто спрашивала, и меня сейчас часто спрашивают, а что же будет, если они не договорятся? Договорятся. Договорятся. Абсолютно точно договорятся. Но внутренняя установка такая, что лучше перебдить, чем недобдить. Так, ну про консенсус я как раз рассказала, и совместное заключение, соответственно, отправляется в конце регистр. Относительно тех данных, которые хранятся и где они хранятся. Как правило, сами данные диагностического, скрининговых исследований хранятся в самих скрининговых центрах. Но те данные, которые имеют подозрение на злокачественность, да, то есть которые не являются, не уходят от нас с пониманием того, что нет подозрения на рак, они же передаются в диагностические центры, и они же хранятся в конце регистре. То есть всегда есть какой-то бэкап, дополнительное хранилище данных для того, чтобы обратиться к ним в случае необходимости. И в то же время они продолжают храниться и в скрининговом центре. Важно, что при наличии подозрения и подтвержденного рака, естественно, женщина снимается со скринингового учета. И вот тот самый 1%, помните, да, там у нас у всех не сошлось. То есть там было 75, 10, 10, 4. Вот этот самый 1%, это те самые, у кого когда-то что-то было выявлено, и они ходят уже в диагностический центр напрямую для того, чтобы понять, а есть ли там какие-то проблемы. То есть женщина, у которой было когда-то выявлено подозрительное исследование, в любом случае снимается со скрининга. Как минимум на ближайшие 6 лет, то есть на ближайшие 3 исследования. И она на них будет ходить в диагностический центр. И если все они будут говорить о том, что ничего не выявлено, все хорошо, все хорошо, она обратно возвращается в скрининговое звено. Самый счастливый вариант, когда женщина получает отрицательное письмо, одновременно она получает напоминание о том, что следующее маммографическое исследование нужно будет пройти через 2 года. И еще раз, если выявлено подозрительное образование, то наблюдение за этой женщиной будет вести центр рака молочной железы. Продолжение следует...